Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! Вы смотрите новости на ОТВ «Серпуха» в студии Ирины Баракиной. Сегодня главная тема выпуска. Образовательный вектор. Глава Дмитрий Жариков рассказал о развитии сферы образования на расширенном заседании правительства Московской области. Изменения в бюджете. Какие еще вопросы парламентарии обсудили на Совете депутатов. На контроле администрация совместно с Госадом технодзором проверила город на предмет нарушений по уборке города в зимний период. Свалка на дому. В деревне Сьянова-2 в брошенном доме образовалась помойка. Более 114 миллионов рублей в 2018 году в Серпухове планируется потратить на развитие сферы образования. Об этом сегодня на расширенном заседании правительства Московской области рассказал глава городского округа Дмитрий Жариков. В ходе прямого включения городоначальник доложил о приоритетных направлениях. Так, на ремонт дошкольных общеобразовательных учреждений в этом году будет направлено рекордное количество средств. Государственной программой предусмотрен комплексный ремонт школы номер 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Объем финансирования составит более 38 миллионов рублей. Также в ходе доклада Дмитрий Жариков озвучил и другие важные цифры. Для ликвидации дефицита кадров педагогам в прошлом году было предоставлено 12 квартир. До 2020 года в городе будут введены в эксплуатацию три пристройки к общеобразовательным учреждениям и две новые школы. Таким образом, к этому времени в Серпухове будет полностью ликвидирована вторая смена. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев положительно отметил отсутствие серпуховских школ в красной зоне и рекомендовал не снижать темпы развития. Сегодня в администрации состояло заседание Совета депутатов, на котором присутствовал глава муниципалитета Дмитрий Жариков. В парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет на 2018-й, а также плановый период 2019-го и 2020-х годов. Проект предусматривает увеличение дохода городской казны более чем на 1,2 млрд рублей. Проект изменения бюджета на 2018-й год предусматривает и увеличение субсидий из области. Приблизительно это 1,180 млрд рублей. Приоритетными направлениями расходования средств станут в том числе ремонт дворовых территорий, проектирование конструкций муниципальных стадионов, софинансирование работ по строительству объектов дорожного хозяйства, строительство оборудования скейт-парков, а также капремонт общеобразовательных учреждений. Мы получили информацию о выделении 38 млн на ремонт школы номер 8, мы изыскали собственные средства на ремонт 500 квадратных метров в помещении, скажем так, рядом с Шансом. На сегодняшний день уже сформирован приблизительный список учреждений на 2018-й год, где запланирован капремонт. Это 45 объектов, 15 из которых школы, остальные детские сады, учреждения дополнительного образования. Также из областных средств выделено больше 800 млн на строительство школ и трех пристроек для ликвидации второй смены. Муниципалитетам в рамках софинансирования государственных программ также будут выделены средства на приобретение техники для нужд благоустройства, в том числе и на капитальный ремонт электросетевого хозяйства в рамках проекта «Светлый город». Я считаю, что та беспрецедентная сумма, которая выделена сегодня в город, она, конечно, должна быть принята. И это большая удача и работа на нашей городской администрации. На Совете депутатов также обсудили план приватизации муниципального имущества на территории Серпухова на текущий год. Уборка территории от наледей, вывоз снега и наличие сосулек на нежилых зданиях. Город проверили представители Государственного технодзора и сотрудники администрации муниципалитета. Серьезных нарушений выявлено не было. В самую территорию городской администрации было предоставлено устройство, но собственники нежилых помещений также должны выполнять закон о благоустройстве в Московской области. Нарушения вполне обычные, выявляются они систематически. Напомним, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал неукоснительного соблюдения правил благоустройства в Подмосковье, независимо от погодных условий и сезона. В главном зале городского ЗАГСа сегодня поздравляли работников серпуховской типографии. Производству исполнилось 100 лет. Среди почетных гостей ветераны труда и бывшие передвиги производства. Многие из них проработали здесь всю свою жизнь. Я сначала мастером работала, потом старшим мастером, потом работала нормировщиком, потом инженером-нормировщиком, вот и все. И уходила я на пенсию мастером другого участка. Для печатника выступили творческие коллективы, а передовиков отметили почетными грамотами от администрации серпухова. Я хочу от имени главы городского оборудования серпухова поздравить вас с этим событием и пожелать вам крепкого здоровья и силы. Сама типография, развития и процветания. Благодарственными письмами главы серпухова Дмитрия Жарикова отметили главных специалистов серпуховского информационного агентства Нину Ежову и Ирину Епифанову. Мало того, что жителям деревни Сьянова-2 о своем присутствии напоминают неприятные запахи с полигона, теперь еще беспокойство вызывает и собственная свалка. Образовалась она в центре населенного пункта, в бывшем доме быта. Брошенных зданий в деревне несколько, они все не огорожены и представляют угрозу для здоровья жителей. На жалобы людей местные власти не реагируют. Тему продолжит Маргарита Кирикович. В центре деревни Сьянова-2, напротив сельского чага культуры, уже несколько лет красуется разрушающееся здание бывшего дома быта. В свободное время здесь нередко проводят подростки, жалуются люди. О том, что дом необходимо хотя бы огородить, чтобы никто не смог попасть вовнутрь, мы писали неоднократно. Мы обращались, сказали, что дом выкуплен. Это бывшее КБО. Есть хозяин, только где он, никто не знает. Ну хотя бы закрыть, загородить, чтобы туда дети не лазили. Это наша беда, тут молодежь по крыше и везде. Только просьба жителей местными, районными властями услышана не была. Здание сельского дома быта до сих пор не огорожено, поэтому по-прежнему сюда может попасть любой желающий. Судя по протоптанной к нему тропинке, таковых сегодня немало. Я не знаю, куда огородят. Вас беспокоят, туда дети лазят, да? Конечно, там они могут и сорваться, и лазят везде. 70-летний Виктор Васильевич, можно сказать, местный абориген. Бывший механизатор совхоза, один из немногих, кто и сегодня старается работать на земле. Пенсия небольшая, так что выживает, благодаря выращенному на огороде и живности на подворье. Ветеран труда печалится, что деревню, в которой раньше жизнь била ключом, сегодня на зиму буквально вымирает. И этому у него есть объяснение. Жители чувствуют себя брошенными местными и районными властями. Газа нет у нас. Потом вот освещение у нас в деревне. Один фонарик повесили, через 4-5 столбов еще один фонарик. Деревня не освещается. И вода вот у нас колонка, одна колонка только. Пожарных кранов нет. Вот если пожар будет, и все, и не к чему подключиться будет. А чрезвычайные ситуации в деревне не редкость. То воды нет, то света. Водопроводные трубы, как и старый трансформатор, давно требуют капитального ремонта. И об этом местные жители районным чиновникам сообщают регулярно. Толкуем, а пока тишина. Раньше у этой улицы даже было название новое. И жили в домах доярки и механизаторы. Деревня процветала. Совхоз, славившийся племенным животноводством, закрыли. Как и детский садик, библиотеку и дом быта. А люди, которые всю жизнь проработали на фермах и полях, оказались никому не нужными. Хотя деньги платят и за вывоз мусора, и за снабжение водой и электричеством. И то, что жизнь наладится, здесь уже не верят. Сегодня в администрации муниципалитета по поручению главы Дмитрия Жарикова состояло заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором обсудили вопросы, касающиеся соблюдения правил постановки дорожных знаков. Более подробно смотрите в нашем следующем выпуске новостей. В фоке «Русский медведь» состояли соревнования под дзюдо, приуроченные ко Дню Защитника Отечества. В состязаниях приняли участие порядка 150 спортсменов из Серпухова и других городов. Я рад, что у нас в городе Серпухове развивается и борьба, и самбо, и дзюдо. Приятно, что данные соревнования как бы показатель тому. И надеюсь, что наши ребята будут показывать хорошие результаты, как на области, на России, и, может быть, на чемпионатах мира и Европы. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте новости на нашем сайте otv.defismedia.ru, на официальном сайте администрации города и в социальных сетях. Еще больше актуальной и интересной информации в новом городском телеграм-канале Серпухов Live. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. В студии была Ирина Баракина. До встречи в эфире и только хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – Институт инженерной физики. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Партнерство». Готовые квартиры в новом микрорайоне по привлекательным ценам. Многолетний опыт работы, высокий уровень комфорта, тысячи счастливых обладателей квартир. Компания «Партнерство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова